Всем привет! С вами Людмила Батакова и мне очень приятно, что вы заглянули на мой канал, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Если вы еще не являетесь подписчиком, обязательно им становитесь. А сегодня я хочу вам рассказать о моих покупках сайта iHerb для красоты, для свежести, для защиты в летнее время года. Вот у меня такая здесь целая корзиночка я собрала. И обо всем об этом я буду вам сегодня рассказывать. Ну и начать хочу с гидрогелевых патчей для глаз. Это корейские гидрогелевые патчи. И сейчас о корейской косметике говорят очень много, она популярна. Это, знаете, такая своеобразная мода на корейскую косметику. И не только потому, что это модно, но действительно в традициях корейцев вот этот вот бережный уход за кожей. Они очень следят, они правильно ухаживают за кожей. И плюс я уже говорила в каком-то видео, что сегодня в Корее вливается большое количество денег, вот в технологии именно. И, конечно, индустрия красоты никак не могла быть не замечена. Чем хороши патчи? 10-20 минут, и ты имеешь достаточно свежий, ухоженный вид. Синчики под глазами при пухлости, все это достаточно быстро убирает гидрогелевые патчи. Но вот эти патчи, это, пожалуй, лучше, что мне доводилось покупать вообще из патчей. Хотя у меня были очень хорошие китайские специальные такие патчи. А лопаточка, красивая баночка, корейцы действительно любят, у них не то, что культ упаковки, но вот что-то примерно такое. Упаковки они любят очень-очень. Открываем патч. Здесь защитная такая пленка, я ее только слегка приоткрыла. Открываем. И вот так они упакованы, патчи. И для того, чтобы взять этот патч, нужно подцепить вот этой вот лопаточкой. И вот они такие прозрачные, такое ощущение, что он прямо сейчас растворится в руках. Обратите внимание. Такой красавец. Наносить можно не только на кожу вокруг глаз, можно наносить на носогубные складки и даже на лоб. То есть, если нужно быстро себя восстановить, то эти патчи очень хороши. И ну каковы все, в принципе, патчи для чего были когда-то созданы? Чтобы быстро приводить себя в порядок. Конечно, не у всех уберут синячки под глазами, особенно если это такие уже проблемные, да, то есть от бессонницы, от каких-то других проблем. То есть, не надо, конечно, ждать чего-то такого супер-супер-пупер особенного от патчей. Но если ими регулярно пользоваться, вот именно этими, то действительно кожа вокруг глаз становится нежной. Мелкие морщинки, ну не то чтобы уходят, они становятся более сглаженными такими. А дальше хочу вам рассказать о своей находке. Он, во-первых, это для меня важно. Вот не знаю, как для вас, для меня это очень важно. Я воспринимаю очень многие вещи через запах. У него очень тонкий такой аромат хороших, достаточно свежих духов. Этот гель с SPF 40, то есть это солнцезащитный крем с высоким SPF, увлажняющий кожу. Он наносится на кожу и матирует ее. Вот из всех кремов, которые указаны, что они матируют кожу, вот реально это тот крем, который я действительно нанесла на кожу. И я поняла, что он кожу матирует, жирную особенно. Особенно летом, когда жарко, когда тепло, когда сальные железы работают наиболее активно, он приводит в порядок к коже. Если нет никаких высыпаний на лице, то можно нанести этот крем и отправляться по своим делам. Кожа дышит прекрасно и она защищена. Отличный крем. Также можно его носить и под макияж, под тональный крем. На него именно ложится крем тональный очень хорошо, очень ровно. Приятнейшее ощущение. Единственное, поскольку у меня кожа все-таки нормальная, вот Т-образная зона, она склонна к жирности, да, не могу сказать, как она работает на сухой коже. Вот ничего не могу сказать, девчонки. Но то, что вот нормальная, да, и жирная кожа, он прекрасно. Вот кожа настолько дышит, настолько приятна, так комфортна. Честно говоря, не встречала я подобных матирующих кремов. То есть пятерку по пятибалльной системе, десятку по десятибалльной системе ставлю этому крему. А следующий это тоже одна из корейских новинок в моей коллекции. Это крем, который является базой. В основном он база, он светоотражающий и он преломляющий свет. Просто обычный крем. Внешне он ничего такого в нем. Особенного нет. Немножечко такого розового, нежно-розового оттенка. Вот, и с небольшим блеском. И вот надо вам сказать, что если этот крем нанести... Кстати, тоже очень прекрасно пахнет, приятно пахнет. Если этот крем просто нанести на лицо, и, допустим, опять же, вы не хотите наносить ни тональный крем, ни что-то там еще, вы можете спокойно отправляться своим делам. Не знаю, куда вы еще хотите, да, можете отправляться. И надо вам сказать, что этот крем является SPF 50+. То есть он еще более мощный, да, более защищающий. Ну, за счет вот этих отражающих частиц. Вот сейчас, если вы видите, что мое лицо поблескивает, это не потому, что там оно жирное, да, или что-то еще. Это результат вот этого крема, который я использую часто как базу под макияж. И вот, представляете, если я наношу сверху тональник, кожа все равно лоснится так, как будто бы она напитана влагой. Это результат работы вот именно этого крема. Если, опять же, нанести его, повторюсь, без тонального крема, это будет легкий такой вот эффект увлажненной кожи. Очень легко, кожа прекрасно дышит, хорошо тонизируется, удерживает влагу в коже. То есть вот эти два крема мне понравились очень-очень-очень. То есть вот их я должна вам сказать, вернее, не их, а моя кожа приняла просто на ура. И учитывая то, что впереди лето, а девочкам за, особенно за 50, желательно не загорать, вот эти крема действительно помогут. Например, такой человек, как я, я могу не загорать, я могу сидеть где-нибудь в тени, под зонтиком, одеть на себя еще шляпу, и мое лицо обязательно загорит. Вот за счет вот этого светоотражения, да, лицо, руки, тело, все, что можно им намазать, не сгорает. Увлажняющая ампула, она довольно-таки большая, здесь 100 мл, она тяжелая, синяя, она не случайна для того, чтобы сохранять активные вещества. Вы знаете, очень многие при попадании на свет, они очень быстро разлагаются. Так вот, эта активная сыворотка увлажняющая, она называется активная ампула, она прекрасно сохраняет влагу в коже, она, я наношу ее в основном на ночь, чтобы во время ночного сна, когда кожа расслабилась, да, мышцы расслабились, она работала наиболее активно. И я хочу вам сказать, что больше я ничего не наношу, только эту сыворотку и все. Прекрасное увлажнение, очень легко тоже на лице, очень такое напитанное, свежее. И единственное, что здесь есть некоторая хитрость в нанесении, она очень густая. Здесь удобный дозатор, да, пипетка, вот столько, сколько пипетка берет, примерно вот такое количество, да, столько ее и нужно на лицо. Но ее не нужно по лицу размазывать, потому что тогда она такая, достаточно такая тягучая, липкая. И может потом просто быть обратный эффект, будет не ощущение легкости, свежести, а наоборот ощущение такой некоторой какой-то стянутости. В общем, на влажное лицо, на влажное лицо я наношу ее такими вот, немножко такими движениями, ну как и сыворотку, вбивающими. Потом немножко по лицу похлопываю, она впитывается очень быстро, и вот тогда есть эти легкие ощущения. Нужно действительно немного, работает отлично, я думаю, увидите результат. Я наношу на все лицо и на кожу под глазами, тоже обязательно наношу, каждый день использую. В общем, эта мне вещь тоже очень понравилась. Следующая, это еще одна сыворотка, ну потому что все-таки весна и лето, кожу нужно дополнительно питать. Потому что я не знаю, как вы, как только я вот выхожу на первый солнечный, настоящий солнечный свет, у меня происходит что-то с кожей такое странное. Как будто бы она не рада солнцу, которому рада вообще вот мою тело и вообще сама я. Поэтому приходится ее дополнительно питать. Вот еще одна сыворотка, это витамин С. Я вообще эти сыворотки очень люблю. Вот это именно фирмы, они для моего лица подходят очень, прям моя кожа воспринимает любую сыворотку. У меня была масляная сыворотка, а вот это именно с витамином С. Но любую сыворотку я стараюсь наносить либо на ночь, да, потому что витамин С тоже быстро разлагается, улетучивается. Либо под макияж, потому что так они лучше работают. Вот антивозрастная сыворотка, да, то есть витамина С нужно очень много, потому что он является антиоксидантом. Но я хочу вам сказать, что здесь стабилизированный витамин С, то есть он разлагается не так быстро. Поэтому можно его наносить и утром, потом сверху обычный ваш крем, ну и если нужно макияж. Очень я вот правда говорю вам, что вот именно этой фирмы мне нравятся абсолютно все сыворотки. Тоже могу ее рекомендовать. Легкая, вот она как раз-таки очень легкая, ненавязчивая, впитывается очень быстро, делает свое дело, убирает синячки под глазами. Следующее мое, ну как вам сказать, неожиданное открытие, да, только не удивляйтесь, это вот такая маленькая баночка, это крем. Это кокос с розой. Я когда ее получила, ну честно говоря, не смотрела на граммы, да, здесь 29 миллилитров с небольшим, да. А честно говоря, я не думала, что она такая маленькая. Здесь, сейчас у нас тепло, поэтому само кокосовое масло, да, с маслом розы, оно немножечко уже жидкое становится. А когда было прохладно, то это, понятно, было такой сгусток, масло затвердело, вот, но это не важно, важно то, что я хочу вам рассказать. Получив эту баночку, я подумала, ну, ну, ничего себе, ну, что же это такое количество крема, ну, разве это вообще хватит на что-либо? Однако его нужно, ну, как и обычное кокосовое масло, нужно немножко, но за счет содержания здесь масла розы, его нужно еще меньше, почти как сыворотку. Берете на руку немножечко, чуть-чуть растираете и точно так же, как сыворотку, просто вбиваете в лицо, потом, доводя там до совершенства все углубления, во все тут морщиночки, вы вбиваете это масло. И, вы знаете, вот он у меня уже два месяца, посмотрите, тут вообще и четверти баночки я не использовала, а я наношу еще и на шею, ну, это раз в неделю, и на зону декольте, ну, там, где обычно заканчивается вообще лицо женщины, да? Если вот вы не любите запах розы, а я как раз-таки запах розы не очень люблю, то здесь он невероятно тонкий. Я читала некоторые отзывы на сайте iHerb, там женщины писали, что открыли, понюхали и закрыли, а кто-то писал, немножко попользовалась и отставила. Ну, и вообще, что-то дорого для такой маленькой баночки. Однако, потом писали, уже дописывали, говорили, чувствую, что рука тянется за этим кремом, им хочется пользоваться. И то, что он, в принципе, дорогой, но он стоит своих денег. Видите, расход у него очень маленький, действительно маленький. А уж я-то люблю на себя нанести кремчик, это я вот очень даже люблю. И почти все, кто написали негативные отзывы, потом переписывали и говорили, что-то в этом есть, что-то есть в этом креме. И я тоже согласна. В общем, в принципе, если денег не жалко, можно купить. Ну, вот я даже думаю, что когда он не закончится, я повторю, что-то есть такое волшебное в этом креме. Я уж не знаю, что. Ну, и кокосовое масло, вроде бы, действительно, ну, и просто в магазине продается его много. Но, может быть, вот очень хорошее розовое масло, которое ненавязчиво, но потом никак не пахнет, но оно делает свое дело. А вы же знаете, что аромат розы дает нам эмоции, дает силу, уверенность. Может быть, тоже с этим связано. Следующее мое новое предобретение – это пудра, закрепляющая пудра от Эльф. У меня есть уже такая пудра, но их, как бы, прежний вариант – это их новый дизайн. Здесь у нас вот такой пуфик маленький, вот уже, вот уже, видите, пыль пудровая пошла. Нужно насыпать небольшое количество пудры в крышечку, так говорит производитель. Ну, взять потом обычную кисточку и нанести на лицо. Или можно использовать пуфик. Сейчас попробую. А, смотрите, осталось с белыми пятнышками небольшими. Сейчас сотру. Вы не представляете, ну нет, что я такой глупости говорю, конечно же вы представляете, но она такая тонкая, воздушная, это действительно пыль. Она такая легкая, ее на коже не видно, она не оставляет ни белых следов, ничего. Она хорошо, прекрасно матирует кожу, она буквально шелковая, ее можно закреплять в макияж под глазами, она не чувствуется. И опять же, сейчас лето, ведь все-таки тема Ахерба у меня посвящена как раз-таки лету и солнцу, да, то если опять же у вас на коже нет никаких изъянов или вам просто, ну не нужно сейчас ни краситься, ни что-то там еще, вы можете нанести вот SPF 40 или 50, закрепить это пудрой и все. Она держится очень долго. Она сохраняет макияж до 8 часов. Я проверяла на себе. Если очень надо, ее можно использовать на веки, да, то есть как базу под тени. Единственное, единственное, если у вас такие же веки, нависшие, как у меня, да, то все равно нужно еще что-то добавлять, потому что вот эта вот складка, которая постоянно образуется, она все равно скатывается в тени. Но вообще наилегчайшая, просто вот невидимая какая-то пудра, и ее вообще не чувствуешь, как будто ничего нет на лице, но дело она свое делает. В общем, от этого я тоже в восторге. Но я вам не рассказываю то, что мне не понравилось. Я всегда рассказываю о том, что действительно я купила, и это мне очень подошло. Следующая моя покупка – это две кисточки от Эко Толз. Они двусторонние. С одной стороны более плотная, пушистая кисточка, здесь кисть такая скошенная, здесь более такая овальная она, с этой стороны тоже более плоская кисть. То есть вот если, допустим, ехать в какую-то дорогу, вам не хочется брать много кистей, вот эти четыре кисточки в двух, да, они вполне позволяют нанести макияж, и растушевать все тени, и что-то там подправить. Очень удобные. В общем, они мне понравились. Очень я даже решила о них рассказать, хотя о кисточках я обычно не рассказываю. Еще вам покажу такую расческу. Тоже, тоже Эко Толз, тоже деревянная. Очень удобно, эргономично вот прямо ложится в руку так, как надо, так как руке удобно. Она немножко изогнута по форме головы. Вот если приложить, да, видите, она прям полностью прилегает к голове. Но я так смеялась, когда ее видела, думаю, ну что это? Ну что это за расческа? Боже, вообще такую расческу можно купить даже с дыркой посередине. Ей же не расчесаться, ничего. Я смеялась, смеялась, пока не прочитала один отзыв. Одна женщина тоже писала точно, как и я. Но уржалась с этой расчески, подумала, что... Ну, решила купить. И я тоже решила ее купить. И я попробовала ей уложить волосы. А волосы-то укладываются обалденно, как хорошо. И тоже должна вам сказать, что у меня прямые, очень непослушные, капризные волосы. Очень непослушные. Но тут они настолько послушались этой расчески. И, ну, я хочу вам сказать, что я пошла дальше. Я теперь этой расческой только расчесываюсь. Никакое другое. Она мне так нравится. Она прекрасно массирует голову. Она не царапает ее. И я даже не знаю теперь, как другими пользоваться. Легкая, удобная, практичная. Просто красота. В общем, вот так, понимаете. Смеялась, смеялась. Заказала. А теперь я не знаю даже, как другими-то пользоваться. В общем, не знаю, что вам сказать. Но мне нравится она очень. Ну и последняя моя покупка на сегодня. И это вот такой вот прекрасный тоже от Альфа корректор. Вот, знаете, сочетание густого, густого корректора, да, густого именно. Хорошо тонирует, убирает все неровности, всякие какие-то вот ненужные, это пигментные пятна, что-то еще. Сейчас покажу вам его цвет. Ну, там есть три цвета. Я думаю, что вы можете для себя найти тоже. Прекрасно ложится. Его не видно. Он матирует, он убирает какие-то проблемы. Его не видно на коже абсолютно. Вообще все. Он прям гармонично ложится. Но я пошла дальше и стала убирать свои синячки, да, здесь под глазами. Ну, припухлости, конечно, этим не уберешь. Потому что припухлость, а она на той припухлость, что ее нужно убирать по-другому. Вот. Несмотря на то, что все-таки он густой, он прекрасно ложится, он не образует складок. Вот я уже сколько хожу, вот в это солнышко, я сколько хожу и ничего нет. Здесь не скатывается, при том, что у меня здесь есть морщинки, да. Он не скатывается, не собирается в складки. Я его не чувствую. В общем, хотите, верьте, хотите, нет. Бюджетненько, но очень работает. Единственное, крышечка у меня здесь треснула. Но знаете, как я люблю так закрутить, чтобы аж, знаете, вот, чтобы это аж скрипело, чтобы аж хрустело. Так, конечно, закручивать не обязательно. Вот, ну, это единственный минус. Но это на качестве самого корректора никак не сказывается. Сегодня я вам рассказала о тех моих находках, явно находке, потому что из всего того, что я вам показывала, да. То есть я когда-то заказывала несколько вот таких сывороток из этой коллекции. Вот ее я знала, поэтому практически с закрытыми глазами заказала. Все остальное – это новинка, и я всем очень-очень довольна. Поэтому если вам что-то понравилось из того, что я предложила, я буду очень-очень рада, потому что все мои труды, значит, не напрасны, и все мои эксперименты не напрасны, потому что часто берешь все-таки на свой страх и риск. И, ну, я не боюсь экспериментировать, но если мы говорим о косметике, да, и если мы говорим вот об уходовой косметике, она стоит не три копейки. И, ну, какая-то интуиция подсказывает, да, вот это бери, а это не бери. Но когда все получается, все срастается, я с удовольствием тогда делюсь с вами, потому что, по крайней мере, я знаю, что это проверено на мне. Конечно, всегда есть какая-то индивидуальная реакция или там и аллергическая реакция на какие-то составляющие, да. Кому-то нравится запах, кому-то не нравится запах. Кто-то очень много ожидает там от одного-двух применений. И я же точно знаю, что для того, чтобы сработало, что бы ты ни делал, на это нужно время. И я знаю, вот, чем старше ты становишься, тем больше времени требуется для того, чтобы это сработало. Вот поэтому я и не боюсь, наверное, экспериментировать. Ну что ж, мои хорошие, вот такое сегодня у меня видео получилось. Мне будет очень приятно, если вы отзоветесь и в комментариях напишите, что вам понравилось из моего сегодняшнего, из моей сегодняшней коллекции, чем вы, возможно, уже пользовались. Тогда, пожалуйста, поделитесь в комментариях, как это сработало у вас, чтобы и я, и все мои подписчики тоже могли получить какой-то опыт. Жду ваши комментарии. Не всегда могу ответить на ваши комментарии. Иногда у меня просто не бывает на месте. Я где-то в путешествии, и тогда я могу ваши комментарии только читать. Но вы знаете, что я все читаю. И рано или поздно я, по крайней мере, сейчас стараюсь отвечать на все ваши комментарии. Но я думаю, что для вас это очень важно знать. И иногда я просто отмечаю сердечком комментарии, которые вы написали. Таким образом я показываю вам, что да, я вас вижу, но я пока не могу ответить. Поэтому все мои такие пометочки считайте за мои улыбки и в знак признания того, что вы вообще делитесь со мной информацией или вы заметили мой труд. Обязательно поддержите это видео пальчиком вверх, если оно вам, конечно, понравилось. Делитесь им в соцсетях, чтобы другие люди тоже могли посмотреть и узнать. И, возможно, воспользоваться теми рекомендациями, этими продуктами, которыми вот воспользовалась я. Очень рада была с вами повидаться. Желаю вам прекрасного настроения, хорошего настроения во всех областях, скажем так, и в жизни, и в вашей работе, и в взаимоотношениях, и прекрасной вам погоды, и на улице, и в доме, и в вашем сердце. И вы знаете, дарите миру любовь. И мир обязательно, 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 обязательно ответит вам тем же. Эта формула счастья проверена мною и не только мною. Поэтому любви вам, счастья, мира, добра, удачи, всего-всего самого хорошего. А с вами была Людмила Батакова. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм и следите за мной в инстаграме. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok